37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Тверской области. Всего в настоящее время в регионе зафиксировано 188 случаев. 12 зараженных выздоровели и выписаны из больницы. 179 изолированные находятся под постоянным медицинским наблюдением. Такова статистика на пятницу. Теперь ее можно отследить в специальном разделе «Стоп коронавирус» на сайте правительства Тверской области. Там будет представлена вся актуальная информация о количестве зараженных и о районах, где выявлены случаи. Об этом в прямом эфире заявил губернатор Игорь Руденя. Кроме того, глава региона рассказал и о том, как Тверская область отметит Пасху и какие муниципальные образования могут закрыться из-за коронавируса. Уже в это воскресенье верующие Тверской области отметят один из главных христианских праздников – Пасху. По традиции в этот день принято посещать храмы, присутствовать на пасхальных службах и освещать куличи и яйца. Но в этом году коронавирус внес свои изменения в празднование. Из-за распространения инфекции священнослужители просят прихожан оставаться дома и смотреть трансляции через интернет. При этом, по словам губернатора Игоря Руденя, сами церковь и храмы продолжат работу. Мы официально закрывать храмы и службы не будем. Это первое. Второе – освещение куличей и яиц и Пасхи, что это будет производиться в строгом соблюдении санитарного режима. Это будет сделано, очевидно, на улице, потому что желающих может быть много. И батюшки будут дежурные, которые будут с необходимой частотой освещать куличи или яйца, или Пасхи, которые будут приноситься прихожанами. При этом прихожане должны, конечно, быть в защитных повязках и находиться на безопасном расстоянии и не контактировать. Минимум это полтора-два метра. Кто не пойдет в храм, тот сможет купить освещенные куличи уже в магазинах. Кроме того, глава региона отметил, что пасхальная служба будет проведена с соблюдением всех санитарных норм. В храмах уже начали готовиться к ее проведению. Запасаются масками, проводят дезинфекцию помещений и разграничивают пространство. И если все-таки количество прихожан будет достаточно большое, то будут службы проходить вне помещения, на улице, на площадях, рядом с храмами. Что касается крестного хода, то по крестному ходу, соответственно, договорились так, что батюшки вместе на службе со своим клиром идут крестным ходом вокруг храма, а прихожане просто стоят рядом, наблюдают также на расстоянии полтора-два метра. Еще одной важной темой, которую затронул губернатор, стало закрытие нескольких муниципальных образований. Из-за распространения коронавируса в двух районах уже запрещен въезд. В правительство обратились руководители Калининской атомной станции и Конаковской ГРЭС с просьбами о закрытии границы. Мы понимаем, что это стратегические объекты, там работают большие коллективы. И в целях безопасности мы такое решение приняли. Соответственно, въезд ограничен на территорию города Конаково и на территорию города Удомля. Именно для того, чтобы спрофилактировать ситуацию, связанную с заболеванием именно сотрудников этих предприятий, потому что это практически моногорода. Кроме того, Игорь Удень отметил, что с пятницы будут закрыты еще два муниципалитета. А именно, зато Озерный и зато Солнечный. На их территории также расположены важные стратегические объекты. Туда будет ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания. А для тех, кто отправляется на закрытую территорию по работе, въезд возможен.